ну вот такая вот красота видите вы тут язык спускается к нашей деревне новая нелидовка где у меня пасека находится такое пуля подсолнечника но что-то вот она не очень дает что-то не совсем так может быть еще времени пришло хотя хотя и для его цветения уже прошло ну неделя наверное как он цветет ну таких особо больших привесов не видно и я доволен тем что что то есть в гнездах что то есть в магазинах в этом году не стоит рай радоваться большим урожаем поэтому я работаю на отводки я работаю на создание прибыли своей прибыли на следующий год поэтому я создаю отводки с матками f1 которые будут продаваться в конце апреля но сегодня я хотел бы поговорить сейчас еду на пасеку до сегодня я хотел бы поговорить о раях позвонил мне один знакомый с октябрьского и говорит сергей поймал большой рой да и александр мне звонил поймал рой хотел бы подсадить матку но я думаю а ведь можно использовать его этот рой немножко по-другому и сейчас я вам об этом расскажу вот приехал на пасеку не знаю видно нет направление фацелии вот туда в том направлении пчелка летит но также она летит у нас и сторону поля вот тут стас у меня отдыхает в этом году вот его весы гирьку уже надо переставить на было 35 ставим на 40 килограмм и уводим самое начало ну 40 килограмм есть да почти ровно это не вернулась пчела и сейчас пол одиннадцатого ну думаю два с половиной три килограмма может быть сегодня они принесут стас привозил стояла на делении 20 ким ну было 29 сейчас грубо говоря 40 прошла неделя ну вот вот такой вот вот он взяток а так то у него пчелки летают ну что-то несут что-то несут да вот там поле и сейчас в основном пчела конечно больше пчелы стало идти на поле вот но у меня тоже пчелки как бы работают вот это семья молодая ведь и пчелка меняется становится желтой темная пчела это от вода готовился к видосбору подсиливался пчелами из разные ну а вот это вот желтая желтая это уже как бы сказать так не падает моя до на летке стоять трудно и не хорошо вот ну сегодня мы хотели поговорить сегодня я хотел поговорить с вами ора я вот это все у меня отводки 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 задней стороны улев я делаю отметку и у меня корниола где кардаван вот я уже говорил там матка 23 года кардаван трудовка сегодня надо заняться и здесь у меня кардаван 23 года там ну и основные мои семейки конечно которые работают на мед это вот эти больше всего у меня радует вот это вот маточка крайняя f2 вчера оставил третий магазин и вот два вот этих вот синеньких магазина залиты полностью вот с утра они просто работают очень хорошо вот здесь 14 семья у меня как я говорил это тоже молодая матка 23 года поставил им второй магазин но 1 еще не полный поставил с учетом того что вы да у смотрите чтобы уехать в отпуске не ждать уже большое количество пчелы становится на вентиляторе потому что я говорил о том что ну очень влажный очень влажный мед из-за дождей вот здесь у меня маточка f1 тоже работает на мед вот там вот третий магазинчик поставил ну будет там вот вдалеке еще две семьи работает остальное с основном это отводки 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 вот мы подошли краевым семьям вернее это не рыбы это созданные семьи у меня тут уже с маточками двадцать третьего года две и первые 16 рамочник это с матками это маточки у меня корниола а там кардаван если я правильно понял здесь тоже корниола здесь кардаван короче гвоздю 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 вот ну и вот здесь у меня вот в этой семье вот сзади я снимаю да но там улик у меня там созданный отводок сзади вот здесь еще два роя вот ну мы сейчас так глянем ну что смотреть на них на прополюсуют очень хорошо не проваливаю да вот тут они находятся у меня на 369 поставил десятую рамочку им на развитие но я думаю связи с тем что поеду надо будет еще добавить им потому что некуда носить им будет мед ну что такое рой рой это надо говорить о том что роение это естественный способ у пчел естественный способ деления семьи у пчел так выше наверно правильнее более сказать это заложено у них от природы и пчеловоды селекционеры стараются избавиться от этого гена роения для того чтобы работу промышленных пасек привести к более задачи упростить для пчеловода чтобы не бороться с этим феноменом как сказать но по идее как бы мы не боролись с роевым геном он где-то в глубине каждой матки он находится он сидит и по по разным причинам он просыпается говорить сейчас о причинах побуждающих пчел краению я не хочу для того но это другая отдельная тема об этом можно поговорить и зимой вот а сейчас я хотел бы сказать что я когда-то в роликах своих у меня даже ролик снять почему я не ловлю раи ну так как я вывожу занимаюсь выводом маток создаю отводки то количество созданных отводков у меня большее количество пойманных раев и второй год своей практике я попробовал ловить раи я понял что для меня лично это пустая трата времени и у меня не попался ни один рой а времени уходит много поехал залез упал очнулся гипс там ну шутки конечно но не мое это я это почувствовал и поэтому решил не заниматься поимкой райов но в прошлом году в черемашном один рой залетел стоял старый улик и залетел туда рой на двух рамочках он был за лето он развился я его оттуда не забирал и как бы не смотрел за ним мне вот прилетел прилетел я ему подставлял рамки ближе к зиме я его пролечил весной поехал живой живой да еще стартанул так ранехонько пчела темно непонятно какой породы и у меня стал вопрос создание воспиталки и для того чтобы создать воспиталку это надо взять какую-то семью надо откуда-то взять рамок весной до нашпиговать эту семью пчелой дополнительно понимаете а тут просто я приезжаю я приезжаю привожу этот рой в ранней весной пересадил вот в этот улей в 10 рамочным здесь у меня как бы произошло развитие сейчас уже там матка корнеола это была последняя маточка после вывода матка сеет конечно пчела здесь уже сменилась а вот но эта семья будет нормально для ухода в зиму так вот а весной весной нужен еще создать стартер потому что я первых маток закладываю со стартером нужно молочко нехватка взятка и там другие проблемы возникающие у пчеловода но если быть короче пчелы не хватает а воспиталка нужно поэтому я сократил 10 рамочные улей до я забрал во первых я забрал оттуда в райвую матку с одной рамкой пчелы расплодом сделал отводок на эту матку эта матка мне создала двухрамочные отводок для того чтобы я потом первой же маткой заменил его сейчас эта семья уже на пяти рамках с маткой кардаван вот ну с предус отпуска в августе буду показывать отводки вот ну и если не забуду я покажу этот отводок но он есть он живет матки уже той роевой нету а отводок живет и вот семья воспиталка была создана и работала у меня с конца апреля до начала июля вывела мне порядка двухсот маток эта семья вот если даже не больше не считал честно говоря может быть ближе к осени к зиме я там посчитаю возьму свои списки возьму сколько я создал вот на данный момент уже отводка с матками кардаван то есть вы понимаете да что семья взялась ниоткуда пришла к тебе тебе не надо было уменьшать количество семей ослаблять свои отводки весной их приходится ослаблять если ты работаешь на отводке вот и поэтому я принял для себя решение я побывал у петра карелова весной я посмотрел его систему вывода маток а мне понравилось и такая же система вывода маток и у романа брежнева вот поэтому поэтому я поместил будущие семьи воспиталки о них надо думать ой фацелия фацелия хорошие цветы и пчелка любит их и летает на них извините за то что прервался вот я создал вот во всех этих таких лежачках 16 рамочных семьи их порядка 8 штук вот здесь тоже у меня райок с маткой здесь плодная матка самое интересное что позвонили с микрорайона зарубина ну там где я живу и говорят вы же пчеловод да у нас висит большой рой вы можете его снять мы боимся я успокоил показал завел руку в рой что пчелы в районе кусают снял этот рой привез ну вот тоже рой здесь располагается на шести рамках но уже наверное больше потому что матка плодная была она сразу начала сеять поэтому развив до конца лета здесь до 16 14 12 рамок сколько получится весной эта семья она раньше и стартанет и поэтому у меня на выбор 8 воспиталок понимаете соответственно сократив на какое-то количество рамок эту семью ужав ее не делая ничего я могу в каждую семью поместить по 40 50 60 маточников и одновременно вывести нужное мне количество маток вот поэтому поэтому бытует такое мнение что поймал рой поменяй в ней матку до желательно если вы не занимаетесь выводом маток если вам на следующий год у вас нет необходимости в создании вот таких вот семей воспитал воспитала то конечно желательно поменять матку еще в этом году но надо знать и понимать что даже роевая матка если нормальный спокойный год она не будет роиться уже до осени в этом году она пойдет в роевое состояние следующей весной вот чего надо бояться поэтому вы должны знать и понимать поймав рой для чего он вам нужен потому что планы свои составляете вы вы знаете что у вас будет на следующий год и не надо забывать что прибыль пчеловода закладывается годом ранее то есть прибыль следующего года я создаю в этом году сделаю закладку ее а что получится ну на это еще повлияет зима осень клещ и все остальное вот ну еще дополнительно скажу что в отводках я уже провел двукратная двукратную обработку муравьиной кислотой использую вот такой спрей не ради рекламы вот хочу вам показать вот поэтому закупил заранее я спрей обрабатываю сейчас и надо не забывать что конечно же очень важно обработать ваши пойманные раи начинать обработку их вот прямо сейчас неизвестно откуда они прилетели что они принесли и какую заразу но обработать их необходимо в первую очередь надо обработать от клеща вот так я использую с прошлого начиная с прошлого года и вернее даже с этого года пойманные раи и если мой опыт кому-то пригодился я буду очень рад а с вами был сергей лукинцов его пчелки породы кардаван новых встреч друзья